Пьяница. Истории из жизни. Софи открыла калитку, вошла во двор. На крыльце лежал Толик. Навзнич. Руки, ноги неестественно разбросаны в сторону. Также неестественно запрокинута голова. Софи испугалась. Толик мертв. С выпущенными от страха глазами Софи приблизила свое лицо к Толику. Да он пьян. Ах ты ж, ах ты ж тварь. Схватила в руки первая попавшаяся. Висящую на крыльце тряпку и тряпка его, тряпкой. Тянет за рукав, матерится во все стороны. На силу подняла. И снова его тряпкой, тряпкой. А то ли клыка не вяжет. А-а-э-э-м-м. Ну ты смотри, какой идиот. Ну идиот же позорище. Иди сюда, иди сюда. И снова его тряпкой, тряпкой. Тянет за рукав в дом. Дотянула до кровати, кинула на кровать. Вот же ж горе мне досталось. Вот же ж горек. А Толик свое. А-а-э-м-м. Пьян в стельку, не вменяем. Грохнулся, как бревно. Софи ушла управляться за скотиной и тихо в кулак плакать. Софи помнит себя молодой. Ей двадцать лет. Вся жизнь впереди. Она уже разведенка. Первый бил безжалостно. Пил и бил. Развелась. Энергет так и прет, так и прет. Софи жить хочет. Красиво и весело. Толик приехал в село на заработки. Кудрявый, черный, как цыган. От девок от бою нет. На все руки мастер. Среднестатистический бабник, то есть парень хоть куда. Софи, как увидела, обомлела вся. Толик, душа моя. Стояла за клубом, смотрела издали на чернокудрого красавца. Высмотрела, выплакала. Победила штучка махровая. Добилась своего. Захомутала казака. Накрыла юбками. Приперла прелестями бабскими. Зажала Толика, как быка в стойле. Ни продохнуть, бедолаги. Ни что другое сделать. Как-то быстро Толик Софи надоел. Ну, мужик, красавец, да какая разница. Глаз быстро привыкает. Хоть красавец, хоть уродец. Красавцы приедаются быстрее. Уродство в этом плане долгоиграющее. Красавец, самолюб. Много себя на такого тратишь. Софи грезилось богатство. Все в золоте пальцы. Домина, импортный автомотоцикл, шубы и зависть соседей. Зависть – ценность наипервейшая. Ради нее и все остальное. А Толик – романтический чемодан. Бестолковая мужичья шкурка. Ну, какой с него добытчик. Как не рыбалка, так поцелуи. Дались же ему эти мерзкие поцелуи. Толик упивался поцелуями. Бабские уста были всего лишь средством от одиночества. Пропуском в вечность. Вратами в тонкий мир, где ропщи нет. Где тонкий лунный свет, водная тишина и густое блаженство. Толик жадно жамкал губами бабские уста. Нежно мял язык, легко покусывая. Не рот, а закольцованный аквапарк женского бесконечия. И сердце, как маятник. Толик помнил Морис. Покорный взгляд, который она всегда ему отдавала и всю себя. Морис была вратами для него. С Морис Толик вляпался в вечность. Космонавт в открытом космосе. Невесомость, легкая тошнота. Гагарин сили в упле. Морис потерялась за дальним горизонтом любовных приключений. Где же ты, Морис? С чего все началось? Поцелуи. Софи смотрела куда-то в сторону. Ты думаешь о шубе, дорогая Софи? Толик сникал, ему обрезали крылья. Смертен, как и все, на земле, как в могиле. Крапкался, царапал тело, падал. Снова крапкался, падал, упал. Пьянство – отличное средство от одиночества. И билет в вечную жизнь. Ничуть не хуже Морискиных поцелуев. Где же ты, Морис? Толик слыл обычным сельским пьяницей. Софи любила Толика, одноногой любовью. Толик за место костыля по жизни, вначале. Софи не то, чтобы только брала и давала. Любовь обменная. Толик ей шубу, она дежурная поцелуя. Равноценно. Нет шубы, нет поцелуев. Толик запил. Прилип к обрыдлой привычке. Но не было у Софи столько любви, чтобы вот так. На тебе, Толик. Дверь в открытый космос. Так себе дверь-ка в чуланчик. Толик цеплялся за Софи. Он требовал пилюль от одиночества. Поцелуй. Есть шуба. Нет, нет. Толик. Толик слыл обычным сельским пьяницей. Неисправимым. Запой, запой, отход, запой, отход. Месяц, неделя, месяц, неделя. Двадцать лет. От этой сельской безысходности даже болезни пили пиво. И не до Толика. Болезни обходили Толика стороной. В тот день Толик набрался, как обычно. Что-то уж совсем ему было мутно. Голова гудела, как пустая кастрюля, по которой долбанули черпаком. Плюхнулся в кресло, вспомнил Марис. Поморщился. Стерва. Высокая волна боли накатила внезапно. Как вроде бы череп разлетелся в дребезги. Да он просто лопнул. Не выдержал давления набухающего мозга. Кромадный ядерный взрыв. Накрыло всего. Толик не успел даже вскрикнуть. И тут же попустила. Волна боли отхлынула. Блаженство. Ирина. Мягкая, теплая, влажная. Толика все глубже опускала в пучину блаженства. Вечность соскучилась. Это был прощальный Марискин поцелуй. Врата. Смерть была не страшна. Смерть приятна. Мысленные горизонты подернулись легким туманом. Слегка больше. Мысли рассеялись в тумане. Туман гуще. Только туман. Толик умер. Вскрытие даже и не делали. Толик слыл обычным сельским пьяницей. В свидетельстве написали смерть от алкогольного опьянения. Так всем было проще. Священник отпевать отказался. Пьяницы самоубийцы. А последних не отпевают. За гробом шла убитая горем Софи. Доплелись три друга заблудыки. Прощаются. Толик лежит, что живой. Пол лица синее. Инсульт. Целуют. Крышка. Гроб опустили. Холм. Прошел год. Толик несколько раз снился Софи. Так и в этот раз. Накануне годовщины. Белая-белая комната. Белый стол. Стулья. Белая кровать. Неестественно белая. Посреди комнаты стоит Толик. Улыбается. Расслабленной блаженной улыбкой. Ласковой. Нежной. Сияющей. Смотрит Софи в глаза. У меня все хорошо. Молчит. Картинка медленно удаляется. Все дальше и дальше. Софи проснулась. Это был последний ее сон. С Толиком.